Стою я вот на вот этой любимой нашей заправке, которую я постоянно проезжаю. Никогда не думал, что я сломаюсь рядом. В очередной раз убеждаюсь, что в Швеции живут прекрасные люди. Орландо Стопгольм является третьим по величине Агроклопенской и Дмитриевской фронтой на одной из таких. Как тебя звать? Алиса! Сегодня пятница. Я еду в Мерседес, как и планировал. Сейчас буду пробовать купить машину, сделать финансирование нового спринтера. Взял я все необходимые документы и сейчас подъеду, буду решать, что и как. Побывал я вчера у нас в Мерседесе, но совершенно мне не понравилось. Во-первых, цена, во-вторых, отношение самого убератора. Он так сидел, развалился, вальяжно, как будто, не знаю, мне совершенно не понравилось отношение убератора. Ну да ладно, суть не в этом. Мне нужно купить машину. В общем, ну цена фантастическая, то, что он мне там посчитал, ну совершенно меня не устраивает. Ну, я давай залез в интернет, перебирать разные варианты. В общем, подобрал кое-какие варианты. Там в районе Мюнхен-Гладбаха есть несколько машин в Мерседесе, потом в районе Фульды есть тоже. Я созвонился, отправил бумаги необходимые, мне, в общем, там посчитали, скинули ангиботы. На имейл я просмотрел. Ну и принимаю решение, в общем, поехать туда, Бургхаген, в сторону Фульды. Эти варианты мне больше нравятся. Там стоит машин 10, наверное. Ну и, в общем, машину я принял решение покупать не новую, потому что, ну новая слишком дорого стоит. Надо очень много финансировать и даже делать не в цене, а просто нет смысла так дорого просто отдавать. Цены, конечно, просто стали фантастические. Ну вот я решил годовалую машину. Пробег у нее небольшой есть. Но цена уже намного дешевле. Прям вот тысяч на 20 цены уже сразу дешевле. Ну вот пока ориентируюсь на 28, около 29 тысяч. Это Net-Aprice. Ну и, в общем, приеду, выберу какую конкретно. Там разные машины стоят. И мне надо, чтобы темпомат был, плавающее сидение. В общем, на руле все это парк сенсоры, камера, ступенька сзади. Ну, много, в общем, нюансов. То, что я хочу. То, что мне просто необходимо для работы. В общем, так планирую в среду, послезавтра ехать. Уже конкретно договариваться насчет машины. Ну, а пока занимаюсь бумажными делами. Пока планирую и думаю, как мне ехать с прицепом. И, в общем, забирать мою сломанную машину со Швеции. Субтитры подогнал «Симон» Заяхал я в порт. Сейчас здесь вот на билетике, если кто не знает, написано. Там Лигер 7 и Дубния 15. Мы сразу дали добро на заезд. Заяхал я в порт. Заяхал я в свою любимую каюту. Я в этой каюте очень часто бываю. Я уже знаю номер, когда заказываю эту каюту, беру. Эта каюта для инвалидов рассчитана. Она больше, чем стандартная. Но у меня есть инвалидность. Так что вопросов никаких не возникает. Сейчас прямой душ. Отличается эта каюта, что здесь такой огромный душ с туалетом. А в других стандартных там намного меньше. Ехал, ехал, ехал я сегодня. В общем, целый день проехал тысячу километров. Дорога мне пришлась через Ляйпциг. Я заезжал, взял попутный груз на Швецию, чтобы как-то оправдать дорогу. Ну и в общем, я добрался сейчас в 2 часа ночи. Я нахожусь на пароме под названием Геккельбери Финн. Отправление в 2.30 и прибытие в 11.15 в шведский травы Мюнде. Дальше я поеду, завезу этот товар на завод Вольво в Скерде. Ну и отправлюсь далее забирать в общем бус. Я уже, честно сказать, очень хочу спать. Устал. Проехал тысячу километров, чуть больше сегодня. В общем, рассчитывал изначально, что я на Росток сяду. Но я на полчаса опаздывал на регистрацию на Росток. Пришлось мне все это пересмотреть и отправиться на 100 километров дальше на Любик. Вообще, если изначально считать, что мне с дома ближе до Любика. Но так как я заезжал за товаром, мне пришлось ехать через Ляйпциг. И в общем, такая вот поездка. Устал как собака. Сейчас ложусь спать. Утром встану, пойду в ресторан завтракать. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло ровно две недели с того момента, как у меня сломалась машина. И вот я вернулся назад в Швецию. Прошел я контроль, выехал из борта. Ну и теперь мне до Скевды, чтобы отдать товар, нужно проехать 390 километров. Ну и затем дальше я отправлюсь на Сумсвальд. Это еще где-то 600 километров. Надеюсь, сегодня проехать все. Надеюсь, погода будет хорошая. И я проеду все расстояние. Подъехал я на разгрузку. Сейчас пойду в офис, отдам бумаги, отдам товар и отправлюсь дальше. Дальше отдал я в общем товар и теперь продолжаю следовать. Дальше на Сумсвальд ничего меня уже не поджимает. Никакие временные рамки. Я теперь еду в спокойной обстановке выбирать машину. Сегодня я в любом случае туда уже не успею до закрытия. До 4 часов работает. Раска-хаус. Ну, до вечера я приеду, переночую. Утром уже будем грузить машину. Как обычно, проезжая это место, я заезжаю сюда покушать. Здесь стоит недорого. Есть места, которые я уже облюбовал. И знаю, где дорого, а где недорого. А вот здесь недорого. И стоит 11-12 евро. Полноценный обед. Накушаешься, напьешься. Сытно, вкусно. Мне здесь очень нравится. При входе здесь эспрессо-хаус. Я очень обожаю эспрессо-хаус. Посидеть, выпить кофе. А также столовая. Такой полноценный обед. Обошелся 145 крон. Это вот пан-биф. Кофе. Ну и салат, булочки. Все это входит в стоимость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добрался я до своего красавца Сейчас время 12 часов ночи Я падаю спать Утром зайду, сообщу, что я приехал забирать машину В общем, все остальное Утром предстоит погрузка И дорога обратно домой Ну а сейчас Всем спокойной ночи Доброе утро Проснулся я Немножко Ну просто чуть-чуть удивлен На улице снежок, метет Хорошо, все по-зимнему У нас еще, вернее, у нас уже весна А здесь еще все зима Здесь еще много, где огни новогодние горят Во всю зима Сейчас иду забирать ключи Так приятно Снег хрустит под ногами Снег хрустит под ногами Погрузил Погрузил Трогать в путь Все Загрузился Попрощался я В очередной раз убедился, что в Швеции живут очень хорошие люди Помогли мне вытащить трактором бус Помогли В общем Батарея была сильно севшая Я не мог не открыть Ничего Ключ не работал Руль не поворачивался Ну ничего Все помогли Принесли Зарядное устройство В общем Все сделали Все помогли Супер Ничего с меня за это не взяли Не взяли то, что бус здесь стоял Две недели В общем я сказал огромное спасибо Людям Ну и отправляюсь в дорогу По дороге где-то надо будет остановиться И покушать То место где именно Машина и сломалась Проезжая вот это место У меня отключился двигатель И все Здесь я и заглох Наступило время обеда И пора бы сделать паузу Покушать Заехал я на Растхоф Это Раста Сейчас я вам покажу Одно Интересное место Этот Растхоф Очень симпатичный Сделан необычно Находится он На дороге Е4 Если ехать Из Сумсвалья На Стокгольм И Чуть-чуть Не доезжая До Города Гефли Это еще одно место Где можно Покушать Не очень дорого Цены Доступные Построен он В таком Скандинавском Стиле На входе Нас встречают Такие Драконы Драконы Продолжение следует... Такое вот Интересное место Как будто Не знаю К Илье Муромцу Или Добрине Никитичу В гости пришел Который победил Злого Змея Горыныча Такой вот Сказочный Интерьер У викингов В гостях Это место Называется Раста Хэкста И вот Буфет Стоит 125 крон Это довольно-таки Недорого По скандинавским мерам Это Можно сказать Дешево Покушать Да Кто-то скажет Много таких мест Но опять же Сравнивать С другими Растхофами Где-то Какими-то Ресторанами Это получается Очень доступно 125 крон Это Приблизительно Ну 11-12 Оэра Вот так Но это С учетом Того Что Блюда Салат Гетренки Напитки Дополнительные Все Это Холод Стоимость И вот Запищала Эта штука Иду я Забирать И еду Готово Добрался Я вчера До порта Трелеборг Время Было Уже Три Часа Ночи Не стал Ничего Записывать Просто Тупо Упал Спать Уставший Сильно Был У меня Не было Зарезервировано Каюта Я только Кресло Брал Но Сейчас Я Взял Изменил И Добавил Себе Каюту Потому Что Я Не Выспался Хочу Спать Сейчас Заеду И Приму Душ Завалюсь Спать Дальше Иначе Мне Потом Ехать Еще До Дома 700 Километров Продолжение следует Субтитры Субтитры Как хорошо После парилочки После сауны Попарился Сейчас Пойду Отдыхать Субтитры 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Надо будет ехать. Не знаю, проеду я сегодня все или нет. Навигацион мне уже показывает в час ночи прибытия. Торопиться мне уже некуда. И поэтому я, скорее всего, что сегодня до конца не доеду. Останусь где-то ночевать. Планирую, может быть, где-то до Вюртсбурга дотянуть. Да здравствует Германия. Проехал я всего лишь 3 километра. Вот всего лишь 12 минут 3 километра. И вот такое нас ждет. Это Германия. Это нормально. Ползем. Остановился я в районе города Эрфурт. На Росхофе ночевать. Домой я сегодня так и не дотянул. Еще мне 380 километров ехать. Но уже 12 ночи. И поэтому я принимаю решение ложиться спать. Смысла нету гнать никуда. Полежу сейчас, посмотрю, так сказать, телевизор. Отдохну и завтра спокойненько доеду уже до конца по светлому до дому. Всем спокойной ночи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ровно 4000 километров я проехал. Остались мне последние метры до мастерской. И я приехал. Затратил я на это все. 53-54 часа ровно. Это только езды. Не считая ночевки, паузы, паром. Только езда. 54 часа. И как по заказу. Ровно 4000 километров. Дорога до Швеции, где машина стояла у меня в Сунсваль, в Мерседес-Виркштадте. И назад до дома. Ну что я хочу сказать. Прибыл мой красавец домой. В родные пенаты. Сейчас, как и все в Германии, делается сначала кофе, а потом уже все остальное. Автомобиль прибыл домой, к своему местоназначению. И сейчас будет вытаскиваться двигатель. Ну а для тех, кто не знает, небольшое знакомство с моей мастерской. Вот здесь сейчас я и буду ремонтировать. Эта серия подходит к концу. Я сейчас заканчиваю. И все подробности поломки двигателя. Что там случилось конкретно. Как я буду забирать свой новый автомобиль. В общем, все ждет в следующей серии. Ну а пока. Пока-пока.